Вывоз мусора на контроле. С 1 ноября к работе по обращению с твердыми коммунальными отходами в Самаре приступила компания «Экология». Напомним, в августе о проведении новой мусорной реформы объявил глава региона Вячеслав Федорищев. Ранее на оператора «Экостройресурс» поступали жалобы от жителей, были и нарекания со стороны надзорных органов. На военном параде в Куйбышеве 7 ноября 1941 года чеканили шаг юные связистки. Этот взвод из 20 человек был единственным женским подразделением, которое принимало участие в событии. По соглашению сторон Сергей Корнеленко покидает пост спортивного директора в ПФК «Крылья Советов». В Самарском доме журналиста состоялось открытие фотовыставки «Семейный альбом», которую приурочили к Году семьи в России. На мероприятии представили 43 работы самарских фотографов. Все они являются участниками фотообъединения областного союза журналистов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников Федеральной службы судебных приставов с их профессиональным праздником. Результативная работа судебных приставов помогает укреплять веру людей в силу закона, обеспечивать стабильность экономической ситуации в регионе, спокойствие и благополучие жителей Самарской области, отметил глава региона. Жители Самарской области призывают быть внимательными на дорогах в связи с температурными качелями. В региональной госавтоинспекции отметили, что при таких погодных условиях может образовываться гололедица. В Госдуме предложили использовать мат-капитал на образование родителей. На сегодняшний день существует только пять направлений, на которые можно расходовать средства. Улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии для родителей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением и усыновлением ребенка до достижения возраста трех лет. Субтитры создавал DimaTorzok